Друзья, сегодня улица минут 15, 9 февраля, я решил поехать еще раз на Илахин остров в надежде, что увидел сову, и к счастью я ее уже нашел, это неясыть, по-моему серая неясыть, ее тут гоняют вороны, я уже взял несколько кадров, и сейчас иду делать еще. Вот вы можете слышать, как гоняют, они там ее бедную зашугивают, сейчас встанем по свету, она уже там сидела, И попытаемся снять Вон там она сидит, они ее шугают, первое буквально минут 10 мне получилось ее снять, пока ее никто не заметил, а потом они заметили и начали ее гонять по всему парку, я пытаюсь сфоткать, но Пока безыспешно, сейчас вот думаю сделаю все Сова решила греться на солнце, села на стволе дерева прямо у воды, поэтому пришлось зайти на лед и фотографировать с озера Субтитры сделал DimaTorzok Сибирь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После этой небольшой съемки я решил продолжить прогулку и пошел искать других сов. А тем временем зашел на кормушку покормить синиц. Раз, два, три. Пришел на место, где обычно можно встретить длиннохвостую неясыть. Вот она, вторая, побольше сидит. Смотрите. Даже на небольшое увеличение видно, потому что она сидит очень близко. И низко села. Класс. Представляете, только что вот эти кадры, которые я показывал, она сидела буквально в 10 метрах от меня. И, видимо, увидела мышь. И прям практически в 3 метрах от меня словила эту мышь. И полетела кушать. А теперь я иду. Она здесь. Ее опять вороны загоняли. Как говорится, найди сову. Оказалось, все это не так и сложно, как я думал. Просто здесь, на острове, нужно узнать места, где их территория. Вот. Теперь я понимаю, где они находятся. И думаю, и в будущем мне будет проще найти. Мне один мужчина сказал, что это побольше размером. Да, поменьше немного. Но, конечно, я эту... Не знаю, сказал бы, что либо такая же, либо это меньше, чем та, которая была сегодня первой. Слышу еще тебя, Владимир. Надо посмотреть, какой вдруг это какой-то интересный. Опять же, мужчина этот сказал, что видел сегодня седого дятла. Посмотрим сейчас. Друзья, какой же сегодня все-таки невероятный день. Я впервые в Питере увидел сову. Я даже не думал, что это так просто. Не думал, что можно прийти и их здесь увидеть. Думал, они здесь залепные. Оказывается, они здесь постоянно живут, и люди знают их места. Просто нужно было заняться этим. Но я почему-то не прихвал центральными парками. Ну, в принципе, это понятно. Почему? Потому что все-таки немножко спортивного интереса не хватает в таких местах. Так как, когда знаешь, что здесь есть птица, уже не так интересно на самом деле. Но в то же время, если поснимать какие-то интересные сюжеты, то на самом деле очень даже интересно. Допустим, вот сейчас там мужчина бегает, пытается именно снять, как она охотится. Я считаю, да, вот это именно сюжетно уже интересно. Ну, в общем, конечно, как попрактиковаться очень интересно. Мне, правда, с моей техникой не очень сейчас это все удобно. Все в ручном фокусе. И плюс у меня объектив Canon 300 мм. Поэтому автофокус плохо работает. Точнее, почти не работает. 300 мм маловато для съемки птицы. Но все равно я справляюсь. Вот со временем себе куплю другой объектив, но пока нет такой нужды. Вот такая красота сегодня. Так что теперь я могу даже вам дать совет, как найти сов. Во-первых, если видите фотографов или людей, которые отчаянно бегают с телефонами, смотрят куда-то в небо, то подойдите просто и спросите, где они видели сов. И они вам, думаю, схожут, потому что здесь это не такой уж большой секрет. Просто подойдите, спросите. Либо смотрите сами. Одна сова живет примерно вот там. В общем, есть вот такая арка. Там на другой стороне туалет. и кафе там, где пышки продают. И вот через озеро, вот в той стороне там есть дерево. Там сидит одна из них. А другая, если вы находитесь здесь, то в той части парка. уже в сторону мини-зоопарка. Соответственно, вот там сейчас даже человек, видите, стоит, он фотографирует. Потому что в той части она мышкует, а потом перелетает сюда. Там ее дупло. Также здесь можно встретить воробьиного сыча. Серую неясать. Но сегодня пока больше никого не встретил. Еще вот я говорил, что дятел был. Но дятла я только услышал. Увидеть не успел никакого. Поэтому не знаю, какое было. Скорее всего, какой-то из обычных. Так, ну что, ну на этом все. Мне на сегодня хватило. Все батарейки я высадил в ноль. Кадры, которые получились, вы уже видели. Надеюсь, вам они понравились. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok